Книга «Открытым оком», тема богослужения, вопрос 519. Почему христианин должен ходить в одежде с длинными рукавами? Почему нельзя сидеть нога за ногу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Послание Титу 2.3 Чтобы сталицы также одевались прилично святым, не были клеветницей, не порабощались пьянству, учили добру. Православным неприлично задавать подобные вопросы. У нас есть иконы, это тоже проповедь, в красках. Другое дело сектанты и еретики, поступающие по стихиям мира, а не по Христу. Колоссянам 2.8 Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Что особенного в том, что человек ест, склонившись в чашку? Разве Библия об этом говорит что-то? Говорит и очень определенно называет таких ресторанового покроя не христианами бы стыжими. Где? Читаем Сирахов, срок 1.24 Стыдись и облокачивание на стол, обмана при займе и отдаче. Нагота никогда не приветствовалась, даже более того осуждалась Богом. Бытие 3.9 Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Откровение 3.17 Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. Из житья Арсения Великого видно, что нога на ногу – это мирское поведение. Думаю, что это не по уровню мозгов, а на уровне души нужно соображать, что прилично святым и что вовсе неприлично.